Внимание! 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 Сергей Червяков, Сергей Антипкин в составе, Георг Грозер, Орел Камеха, Андрей Ащев и Лукаш Дивич. Два либера у «Зенита» Дмитрий Макаренко и Семен Кривиченко. Акцентирую внимание, что Дмитрий Макаренко был заявлен как доигровщик, как игрок четвертой зоны. Но несколько недель назад за две игры травму получил основной либера «Зенита». Травма несущественная, но требует восстановления и по крайней мере Артем Зеленков. Я думаю, что болельщики все знают своих героев. Ну а я все-таки назову шестерку Ярославича. Итак, первый номер это Иван Пискарев, третий Максим Белогорцев, десятый Алексей Сакеев, одиннадцатый Сергей Локтионов, пятнадцатый Вячеслав Тарасов, Александр Мельников шестнадцатый и восемнадцатый Илья Еличев. Он как раз либера. Вячеслав Тарасов, если кто знает из любителей волейбола Петербурга, с его карьерой начинал именно в нашем городе, в Петербурге, в Несском Синдикате. Была такая команда. Вот начало игры. Ну и вот уже расстановка была. Итак, первая подача подавал Иван Пискарев, а атаковал Георг Грозер. В своем стиле. А в двенадцатом туре, это тринадцатый тур, Зенит на пятом месте, Ярославич на последнем, четырнадцатом. Так вот, Георг Грозер, герой тура. В сетях проводится опрос, голосование своеобразное, Федерации футбола, волейбола российского. И получил больше всех голосов, как герой тура, лидер тура Георг Грозер. Вот он как раз на подстраховке достал мяч. И Камеха неудержим в атаке. Мяч был очень сложный. Обращаю ваше внимание, любители волейбола. Мяч был доигровочный. Камеха на свойственной ему высоте. Мяч не только перебил, но еще и выиграл. Да, уверенно, уверенно начал Зенит. 2-0. Червяков будет подавать. Сергей Червяков. 202 сантиметра рост. Центральный блокирующий. Обман не прошел. Грозер. Хороший блок. Ну, я могу сказать, что сложно для него была передача из глубины. Начало партии, может быть, еще Георг. И отметим 16 номера. Да, Александр Мельников, он был здесь как раз главным в этой тройке блокирующих. От его рук мяч упал на площадку Зенита. И он же и подает. 1-2. Уверенный прием Зенита. Здесь никаких проблем с организацией атаки не возникло. Сергей Антипкин вывел. Хороший пас от Антипкина был, точный. Кстати, вот второй связующий, будем так говорить. Они поровну вообще играют. Это Панков Павел. Он травмирован. Он не заявлен на сегодняшний матч. Ну, травма у него не очень серьезная. Это, скорее всего, он находится на периоде реабилитации. Восстановление. Восстановление, да. Чтобы, не дай бог, что-нибудь не повредил еще он дополнительно. Я думаю, что в следующей игре он будет готов. Сергей Локтионов подает. Ну, это комбинация пайп. Очень хорошо разыгранная в темп. Дивиш. Дивиш. Дивиш бил по опускающемуся блоку. Блокирующий центральный уже опускался. Лукашу Дивишу здесь только нужно было попасть по мячу, что очень просто. Да, Лукаш Дивиш, как и Георг Грозер, они пришли именно в этом чемпионате. Вот в 2018 году. Зенит. Вот такой же сложный мяч. И диагональный Ярославич с ним справился. Достаточно хорошая высота у него была. И в нападении отыгрался друг блокирующий блок-аут. Вячеслав Тарасов подает. Камеха. Поднял мяч. А Грозер. Грозер оставил мяч в игре. Молодец, Дмитрий. Сложный мяч поднял. И в защите. Аут. Нет, поле показывает судья с ложком. Я бы еще сказал, что может быть даже было еще и касание блока. По тюре Филиппов недоволен чем-то. Потому что был видно разбор игры Зенита. Были какие-то установки данные. Видно, игроки не совсем точно выполняют. Хорошая подача. Трос помог. Повезло, повезло Ярославичу. Ну что поделаешь, такое бывает. Я бы еще обратил внимание на настрой эмоциональной команды из Ярославия. Видите, как мяч. Именно как раз Тарасова, воспитанника петербургского волейбола. Третий раз он подает. Ну рисковал, рисковал. Еще нужно сказать, что у Ярославича получил травму их основной, их связующий. И который начинал играть Воропаев Александр. И место его в составе Ярославича занимает молодой 22-летний спортсмен. Вот он сейчас отдал передачу первым темпом. Достаточно уверенно. Велогорцев очень здорово. Четко. Подавал Ащев. Ну, подача его флот планирующая. В общем, она не доставила никаких трудностей. Разыграли здорово. Ярославич. 6-5 впереди. 6-5 поверяет Чкода. Сложная подача. Но Дмитрий справился. Отлично сыграл Локальд Дивиш. Хорошая высота. Быстрый сельмич. Я почему говорил в предыдущем бюджете, что подача была сложная. Она уходила от Дмитрия в сторону, к линии. Для приема это достаточно сложная подача была. Грозер. Ну вот. Вот наш ответ Ярославля. Ну вот первый эйс. А в предыдущем матче было 6 у него эйсов. Ну, Грозер является лидером Суперлиги по количеству эйсов и по общим очкам набранных. Поэтому этой подачей и предыдущей он только подтверждает свой уровень. Дивиш очень хорошо был сейчас. Выглядел хорошо в блоке. Да, мне кажется все-таки, что Ярославич приехал в Петербург не отбывать номер, а все-таки бороться. Я уже сказал, что они эмоционально хорошо настроены. 8-6, Грозер. Аут. 7-8. Пока команды присматриваются друг к другу, можно так сказать. Уверенно принимает Дмитрий и Макаренков. Я уже говорил, что он начинал сезон в Кате как доигровщик, атакующий игрок. Но переквалифицироваться в Либерой достаточно сложное дело. Потому что ты не имеешь права ответить сопернику. Ты всегда должен принимать. Тоже хорошая подача у Лукаша Дивиша. И пока Дмитрий и Макаренко справляются со своей новой ролью. В руку мяч попал. Да, в руку блокирую, что попал мяч. Мне тоже показалось, что было касание блока. Но судья видно, что Елка Меха соглашается. Александр Климгин не просит повтор. Удивительно. Вот сейчас повтор смотрим. А не попал. Вот удивительно. Мы оба ошиблись, да? Да. А видео повторилось на стороне арбитров. А представляете, судям тяжело принимать решения в таких неочевидных ситуациях? Ну, это волейбол. Смягчают удар Ореола. И вот воспитанный питерского волейбола Вячеслав забирает очередное очко для своей команды. Да, из четвертой зоны. Ну, хороший удар он по диагонали, высоту он не потерял. Достаточно плотно, как говорят, на волейбольном стенге вложился в ход. Иван Пискарев на подаче. 9-8 счет. Камеха. Отыгрывается на своей свойственной, ему сумасшедшей высоте. Не перестаю удивляться, как он высоко снимает мяч на уровне антенны. Да, 307 сантиметров и еще прыжок легкий. Он такой легкий, прыгучий. Это мы про Камеха говорим, да. С такими спортсменами, как Ореол, есть смысл сетку поднимать вверх. Чтобы вот у Червякова отличный флот, отличный планер, планирующая подача. Превратился в эйс. Превратился в эйс. Он, кстати, очень много набирает очков. И команда при его подаче выигрывает брейковых очков. Он усложняет. Он подает им тактическую подачу. И Александр Клинкин ему даже доверяет выход, если Сергей начинает на скамейке, не в основном составе. Он доверяет ему выход на замену, на подачу. Александр Мельников на подаче. 206 сантиметров рост, блокирующий. 21 год. Кстати, пришел из московского «Динамо». И выиграл сейчас. Эйс. Эйсом тоже. Сложный мяч в разрез игроков. Здесь даже правило правой руки не работало, потому что мяч опустился ровно посередине. Ну так, китро между двух посерединке, да. Но обычно просят, когда игроки принимают, принимать в правую руку. Касание сетки было. Я бы сейчас отметил опять уверенный прием Дмитрия и Макаренко. Сложная подача. Эрел Камеха, он сыграл очень умно, очень по-игротски. Сложный мяч, который был, чуть-чуть не долетел к нему. Он его отыгрался, не проиграв его. Антипкин. Низко. Ну, это начало игры у Сергея прекрасная. И у него силовая хорошая подача. Ну, сейчас-то первый сет, надо рисковать. Аут. Но пока игроки все-таки не входят медленно, плавно в игру. Здесь пока еще ни одна из команд своих... Сергей Локтионов хотел точно в угол попасть. Площадки не получилось. Выбитый прием, что сейчас будет делать. Пытался отыграться. Он пытался отыграться от блока, но... Мне кажется, впечатление, что вчетвером были в блоке сейчас. Посмотрим повтор. Три блокирующих. Нет, три, конечно. Конечно, три. И Орел Комеха. Вот мы видели сейчас на экранах Евгения Лебедева. Главного тренера волейбольной команды «Автомобилист». Как раз его воспитанник из «Автомобилиста» Михаил Щедров. Сегодня он заменяет травмированного Панкова. Но тем временем Вячеслав Тарасов на подаче. Хорошая подача, выбитый прием. И Георг Гурозов без сомнения. Вы заметили меня один? Сомнений у Георга бывает очень мало. Если он... Ну, он здорово обходит блок. Он все-таки, когда взлетает, он видит хорошо руки блокирующих. И вот здесь нашел щель между двух. Но бывает, что его тоже сдерживают его атаки. Ловит блок его атаки. Вот. Молодец. Очень резкий молодец. Молодой связующий Юрий Филиппов и перед игрой сказал, что его призвали под знамена основного клуба из молодежной команды. И, по всей видимости, Юрий Филиппов, тренер Ярославича, ему доверяет. А на подаче Максим Белогорцев. Мяч поднятый и в защите. Молодец. Кромеха вытащил. Аут? Да. Немного в аут. Если не было касания блока, то мяч отдадут Ярославлю. Счет опять у нас равный. 15-15. Вот мы сейчас, мы подходим к середине, к фарватеру первой партии. Здесь уже команды присмотрелись друг друга. Юрий Филиппов на наших экранах. Юрий Филиппов достаточно известный игрок. Свою карьеру он начинал и на Украине. Воспитанник Луганского. Волейбол он заканчивал. Но вы же как раз там были вместе с ним в спортивной школе. Вот я об этом обещал рассказать. Да, вот сейчас закончится эпизод. У Георга Грозера есть шанс. Юрий Филиппов становился чемпионом. А какого он был роста? Выше вас? Да, конечно, конечно. Уже тогда в школе, в детской. Да, конечно. Сейчас будет перерыв. Юрий Филиппов взял, о котором мы говорили. Тайм-аут. Но мы сейчас, Дмитрий, мы сейчас послушаем тренера. Непонятно было, да? Основная установка была для молодого и пасующего. Для всей команды Юрия Филиппову нашел лишь только подвадривающие слова. А для Алексея Исакеева он дал какую-то установку. И Георг Грозер также безупречно не подает. И блок работает. Петербургский блок. Многие игроки из команды Суперлиги говорят, что против организованного блока от Санкт-Петербурга бороться сложно. А пока у нас, у Ярославича, замена. На площадку вышел олимпийский чемпион 2016 года, выступавший ранее в роли лидера. А сейчас он вышел как игрок нападающий. Эта замена была. Естественно, он вышел на прием, чтобы заменить Тарасова. Александр Соколов, я говорил о нем. Да, он под седьмым номером. Да, седьмой номер, сейчас находится он в пятой зоне. Ему 36 лет. Очень опытный игрок. Ну и вот для команды надо, чтобы он сейчас был как раз в футболке. Сергей Червяков попал в темп со своим связующим Сергеем Атипкиным. И тут практически невозможно было закрыть. Да, трудно. Ну, Соколов сейчас не либер, а сейчас он в игре. К сожалению, аук. Ну вот, Александр Соколов сделал свою работу на задней линии. Он подменил у Слава и Тарасова двух расстановок на приеме. И опять нападающий Рославля вышел к сетке. Не получается. 20-17 ведет «Зенит». Не совершая особых, каких-то маленьких волейбольных подвигов. Преимущество 3 очка. Но почему-то Юрий Филиппов недоволен игрой. И подопечник своих. Сергей Червяков подавал. Хорошо разыграно. Сокеев одной рукой. Хотя этим прием пользуется довольно часто. Да, конечно. Ну, у него не было шансов, не было другого и выхода. Ну, вот еще раз смотрим. А блок вообще опоздал. Ну, блок думал, что будет мяч переходить на сторону «Зенита». И отрядчик готовился атаковать его. Удивишь. Хороший прием. И «Орел» Камеха на одном блоке очень сложно. 4-2. Из четвертой зоны во вторую. Камеха и Грозер так могут играть. Редко все-таки. Но высокий прыжок Камеха позволяет опустить мяч близко к сетке на стороне соперника. Вот Сергей Антипкин продемонстрировал свою и подачу. Выбитый прием. Очень грамотно отыграл старался. Очень грамотно. Сделал небольшую паузу. По краю блока, не усиливая и нападение. Это уже мастерство нападающего игрока. Да. 19-21. Сергей Локтионов подавал. Антипкин. Не сильно, но Либера принял этот мяч. Ну, вот Георг Грозер и на блоке показал. Ащев помогал Грозеру и от рук Грозера мяч падает на площадку соперника. 22-19. Камеха. Хорошая подача, такой же хороший прием. Но вот, к сожалению, взаимодействие нападающего первого темпа и пасующего чуть-чуть подвело Ярославский Ярославич. Второй тайм-аут и мы послушаем тренеров. Первый сет нервный, но вот сейчас все-таки в самой концовке здесь Зенит оторвался. Все-таки уже создал какую-то такую подушку, да? Надежности 23-19. Но в волейболе партия заканчивается, когда судья дает 25-е очко, набирается. Поэтому пока еще рано говорить, кто будет победителем. Хорошая подача, выбитый прием. Ну вот, вот, вот. И опять Тарасов. Опять Тарасов, да. Молодец. Но вот здесь он как раз паузы не делал, он обыграл блок на скорости. Пусть скидкой. Ну, два раза он скидкой как раз выиграл очки. Но у нас будет протокол после первого статистика, после первого сета. И в начале второго мы подведем некоторые итоги, как играли волейболисты. Ащев с Антипкиным играет очень быстро. Вот на подаче, извините, замена Евгений Севажелес вышел на подачу. Этот игрок мне очень нравится, я не буду скрывать своих симпатий. Умеющий многое. Назарный, умный. Все титулы, кроме олимпийского чемпиона. Вот. А здесь Грозер перехитрил. Вот теперь можно говорить, что партия закончена. Итак, 25-20. Зенит выигрывает первую партию у Ярославича. И у нас небольшая пауза. И у нас небольшая пауза. И у нас небольшая пауза. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы продолжаем прямой репортаж из Санкт-Петербурга. Академия имени Платонова. Здесь «Зенит» принимает Ярославич. После первого сета, в который хозяева выиграли 25-20, начинается вторая партия. И Дмитрий Кувичко, мой партнер, сейчас смотрит на статистические данные первого сета. Ну, кого можно отметить у гостей? Ну, здесь, в общем, по атаке у «Зенита» есть явное преимущество по процентному отношению. Явно ниже у волейболистов Ярославича их процент исполнения атак. По приему также «Зенит» опережает. У Лукаша Дивиша 67% позитивного приема. У Лучшего Еличева 33%. То есть атака, позитивный прием. Ну, а Грозер-то, следим за Грозером. Посмотрите, Дима, посмотрите. Сейчас счет стал 1-0. Впереди Ярославич. Количество эйсов у обеих команд одинаково. По два эйса с каждой стороны. Георг Грозер. Один эйс и 50% эффективности в атаке, что достаточно высокий. А сейчас великолепный Пискарев поднял мяч, который Червяков посылал. С укороченной передачи. А теперь Камеха и Грозер. Да. Даже все, наверное, ожидали, что Камеха будет атаковать. Но нет, он пошел на то, чтобы сделать пас. Но показал, что будет атаковать и откинул мяч партнеру. Очень здорово. И Грозер уже без препятствий, без всяких. Еще раз смотрим. Да, ему легко было здесь послать мяч. Антипкин и Камеха. Антипкин нагло играет, но не в ту сторону мяч полетел. Ну, мяч для страховки, я не думаю, что был достаточно простым. Но все-таки, когда... Видеоконференция? Видеоконференция, да. Я только не понял, кто взял просмотр. Как раз тренер Ярославича, Филиппов, ваш хороший знакомый. Да, но мяч был выигран Ярославичем. Вот здесь, конечно, нужна подсказка и телезрителям, и в зале. Все-таки, чтобы как-то коротко, но объяснял судья, диктор, чтобы он объяснял, кто просит и по какой причине. Ну, я сейчас брал Юрия Филиппов, и просмотры я не могу понять, потому что обычно просмотры берутся тогда, когда тренер не согласен с решениями суди, и мяч отдан противнику. Но сейчас Ярославич выиграл, я, к сожалению, этот эпизод я пропустил. Я смотрел, я статистику и не обратил внимания. Но сейчас все будет ясно. Какую-то ошибку Филиппов заметил, как... Было касание сетки у «Зенита». Да, касание сетки, значит. Ну, это начало партии. Я думаю, что это очко не будет являться переломом. Мы на наше комментарийское место здесь в Академии. Оно под табло, которое как раз показывает, в чью же пользу. Вы увидели, судья показал, в чью пользу этот видеопросмотр. Вот сейчас игроки Ярославича спрашивают о расстановке, кто на подаче. Потому что я собирался подавать дело Актионов, а Тарасов спросил у судьи, вышел на подачу. Один-два. Сетка и касание сетки. Но Георгий Грузер очень опасно открывать линию, как часто сделал Ярославич. У него очень хорошая кисть, очень хороший перевод по линии. Но блокирующий задел сетку. Да, вот игру своих подопечных комментирует Александр Климпин. Ну, Лукаш Дивиш – это его ошибка. Он находился в правильном месте. Он обязан был играть двумя руками этот мяч и принимать. А достал ли бы он двумя? Нет, он доставал его двумя руками. Вот мы можем и на эпизоде и посмотреть. Вполне он мог доставать двумя руками. Он находился в хорошем положении. Он правильно выбрал позицию. У Георга Грузера здесь он хорошо очень, он задумал свою атаку. Потому что при его нападении все игроки и в защите. Из них большинство они стоят на задней линии. Просто не исполнил он обман технический. Белогорцев подавал. 3-4. И теперь Камеху. Вот нам все время показывают Юрия и Филиппова. Мы начинали говорить о нем как об игроке. Он играл долго в Греции. Становился... Он становился двукратным чемпионом Греции. Он завоевывал серебро в чемпионате Бразилии. У него есть бронза Европейского Кубка Кубков. И он обладатель Кубка в составе Харьковского локомотива ТОП Команд в 2004 году. Ну а сейчас Дивиш воспользовался этим шансом, который подарили ему гости. Ну это переходящий мяч. В этом заслуга Орела Камеха. Его подача, который... Уже 5-4. Два мяча проигрывал Зенит. И уже впереди 5-4. Ах, хорошая комбинация. Во-первых, блок был дезориентирован, да? А все-таки думали, что передача-то будет в другую зону. Ну это искусство и мастерство связующего игрока. Молодец. Три нападающих. Даже сейчас в современном волейболе три нападающих. Постоянно четыре нападающих. Мы не забываем пайп. Ащев. Вот хороший перевод. Не сильный удар, но точный. Он перевел кистью. Увидел блок. Сделал небольшую паузу. В этой ситуации, в этой комбинации взлет. И практически не надо сильно-то и пробивать. Надо точно просто перекинуть мяч на свободное место на площадке. А это флот Ащева не получился. Да, далеко в аут улетел мяч. Иван Пискарев подает. Орел Камеха справляется со сложной подачей. Аут. Нет, было касание блока, на мой взгляд. Вячеслав Тарасов опять очень-очень, на мой взгляд, удачно и правильно играет. Нам постоянно показывают тренера Ярославича Юрия Филиппова. Он здесь получается как главная действующая лица. Но надо сказать, он ведет игру. У него часто замены у него ведет. Посмотрите все время. Ну, ему необходимо быть в контакте с молодыми игроками. И постоянно. Он постоянно им указывает, он комментирует каждый игровой эпизод. Да, это какую-то установку четкую. Александр Климкин в себе этого может немного промолчать. Потому что в его команде игроки более опытные, поигравшие, знающие, что нужно делать. Но это, на мой взгляд, простая отдача мяча была в нападении у Ярославича. Можно было и похитрее сыграть. Ну, и правда молодая команда. Вот 16 номер Александр Мельник. 21 год. Я уже о нем говорил. И все время Филиппов, тренер, подсказывает ему просто, находясь там в 2-3 метрах от него. Он немножко такой даже расстроенный. Ну, средний возраст Ярославича 24,5 года. И средний рост 197 сантиметров. Конечно, «Зенит» превышает эти показатели. Георг Грозер в этом эпизоде очень хорошо сыграл. И в защите он не видел вылетающий мяч из-за блока. Дивиш сыграл так же, как и в прошлом эпизоде. Он подождал, прижал мяч к блоку и сыграл блок-аут. Покатил мяч, как бы подрезан его. У Георга Грозера было очень сложный у него момент. Нам показывает атаку Лукаша Дивиша. Кстати, Либера очень легко справлялся сейчас в 2 раза после подачи Грозера. А теперь... Очень хорошая эстрафовка Сергей Антибкин продемонстрировал и реакцию, и готовность помочь своему нападающему игроку. Но как-то Лукаш Дивиш немножко... Вот он комментирует этот эпизод. Немножко как-то он не попадает в темп с передачи Антибкина. Мельников отдаёт. Вот ответ Сергея Антибкина. По скидкам связующих 1-1, да. 1-1, да. В прошлом году Юрий Иванович Филиппов, тренер Ярославича, работал в Махачкале тренером. Но он ещё как тренер в российском чемпионате был в 12-м и 13-м годах, когда Харьковский локомотив принимал участие в Суперлиге. Ну вот эти маленькие чудеса сейчас Червяков. Казалось, он уже не успел, да, блок выстроить, но затем, отстав, мяч летел в него. И он сумел перевести мяч на более выигранное очко. Да, это относится, этот мяч, к разряду необязательных блоков. Такое некое маленькое чудо, мяч случайно попал в летящие руки. Замена в Ярославичи произошла. По линии, как хотел, всё правильно. Он как раз вышедший на замену Плужников и принёс очередное очко своей команде. Ну, сложно выходить из замены, могу сразу вам сказать. Сложно выходить из замены, когда тебе идёт и передача, атаковать эффективно. Причём он ещё подал хорошую подачу. Ох, так. Какой высокий слён, да? Поверх блок. Мы уже такие удары Орёла уже не комментируем. Да. Мы восхищаемся этой высотой, его техникой перевода по линии. Орёл уже выступает как россиянин. Он получил российский паспорт, но он пока ещё выступает как иностранец, потому что есть такой спортивный... Пишется в чемпионате России, пишется россиянин, уже пишется. А вот за рубежом он должен какой-то пройти момент, когда ему разрешат играть за сборную страны. За сборную страны. То есть к 2020 году, если он попадёт в состав, сейчас конкуренция в сборной очень... Высокая, высокая. ...как раз на его позиции. Грозер. Грозер игрок сборной Германии. Сейчас он не попал. Вы же мяч ушёл за пределы. Ну вот, сейчас зрителям не видно, как себе Грозеру показывать перевод кистью. То, что у него не получилось перевести мяч по линии. Тарасов перешёл на флот. Подал планирующую подать. Но трудно было Сакееву сейчас переиграть. Да, конечно, на одиночном блоке. Антипкин будет подавать. Он пришёл из московского «Динамо». Панков сегодня не заявлен. Из московского «Динамо». Которая была очень интересная полуфинальная встреча плей-оффа в прошлом году. Если вы все помните, 3-2, 3-2 выиграл питерский «Зенит». Сумасшедший по накалу матч был. Интересный. Тогда было соперничество Панкова и Антипкина. Да. Панков его выиграл. Вот такая спортивная судьба, когда игроки из соперника могут превратиться их партнёров. Ну да. 14-12 и подаёт Камехо. Это второй сет. Первый 25-20 выиграл «Зенит». Камехо. Аут. Немного аут. Ну вот смотрите, Геннадий. У нас вторая партия. Опять у нас приблизительно равный счёт. Плюс-минус одно очко. И во второй партии молодая команда из Ярославля всё-таки показывает зубы. Играет. Я не могу сказать, что «Зенит» ничего не делает. Они достаточно хорошо исполняют, достаточно хорошо принимают. Мы видели по статическим показателям, что эффективность нападения и приёма у них выше. Но всё-таки молодцы, Ярославич. Я ещё хочу сказать про тренера. Команда, я вижу, обученная. Она делает то, что он просит. Вот чего-то там не хватает мастерства, где-то не доходят блоки. Когда, может, кто-то не так сильно... Кстати, ошибок не так много на подаче было в этом зале. В первом больше. Ну, Ярославль долгое время был кузнецей молодёжных кадров. Когда работал Сергей Шляпников в этой команде. В основном весь костяк молодёжных сборных формировался. Максим Михайлов. Максим Михайлов оттуда, он приехал в Ярославль в 14 лет. И уехал туда через 7 лет. Причём приехал из Кузьмала. Вот я хочу напомнить всем. Он ведь воспитанник ленинградского волейбола. Он из Кузьмала уехал. У него уже были данные великолепные. Это, наверное, был в 93-94-е годы. И вот именно в Ярославе. И сейчас вообще-то немало болельщиков, находящихся здесь на матчах. На матчах «Зенита» говорят, почему бы Максиму Михайлову не возвратиться в Санкт-Петербург-то? У него такая карьера. В Казани, с Казани, с «Зенитом» он выиграл всё, что только можно выиграть. А теперь можно приехать и сюда, заканчивать карьеру. Пути Господни нестовидимы. Пути спортсмена, они также нестовидимы. У Максима Михайлова, в отличие от моих игроков, всего лишь два клуба было за его карьеру. Ярославль и Казань. Камеха ошибся. Да, пока мы здесь поговорили о воспитанниках. Камеха ошибся, он думал, что аут, нет, он пропустил. О воспитанниках Ярославича в прошлом. Очередной эйс со стороны Ярославля. Это вот 16-й номер. Александр Мельников. Но вот пока серии подачи Ярославля не идут. Мне запомнилась только серия подачи Тарасова. По 2-3 подачи он подавал. Всех остальных либо эйс, либо ошибка происходит. Лукаш Дивиш. Хорошая подача. Хороший блок. Антивкин и Червяков. Лукаш Дивиш в 2013 году был, в 2013 году был лучший игрок в Словакии. Но здесь, теперь он тоже с русским паспортом. То есть не легионер. Вот очередной перерыв. Вперед Ярославль. Давайте послушаем, что Александр Климкин о чем говорит своим подопечным. Ну, кстати, Толочка рядом находился. Я хочу сказать, что мы должны поздравить сегодня. Четыре дня назад у Толочка, у старшего тренера команды, помощника Климкина, был юбилей, 50 лет. Так что мы его поздравляем. Он игрок, играл и здесь, и в Петербурге. Да, Толочка долгое время проиграл в автомобилисте, потом он играл в Польше. Был одним из ведущих игроков. Завоевал медали в сильнейшем чемпионате Польши. Здорово, Випера сыграл ногой. Это волейбол. Да, это и Грозер. И Грозер безупречен. Сейчас Грозер взял, выиграл очко за счет скорости съема. Очень быстрый был удар кистью, даже приорганизованном блоке. Трудно давать оценку блокирующим, да? Конечно, тренер все равно дает. Но когда атакует Грозер, вот еще когда не успевают они сомкнуть руки, чтобы все-таки блок был такой стройный. Ну вот сила нападающая, как мне кажется, она заключается. Опять у нас просмотр идет. И опять мы немного пропустили эпизод. Потому что с нашей точки зрения было все очевидно. Был мяч поднятый. Грозер уверенно выиграл его. И что здесь мог взять, какой просмотр Ярослава мне непонятно. Повторяется эпизод, но здесь только тренер обращается и ко второму, и суде, и объясняет предметы просмотра. Поэтому нам здесь сложно. Решение в пользу Зенита. Все смотрят на экран. На табло, а мы под табло. Мы не видим. А мы под табло, мы не видим. Мы находимся в таком с вами гневедении. Дивиш будет подавать. 19-16. Да, это могут быть, этот мочко могло быть переломным. Может стать переломным. Три мяча, разрыв. Лукаш Дивиш на подаче. 19-16. Нет. К сожалению, пауза не пошла на пользу. Да, сбила пауза подающего. Но пытался в пятую зону послать мяч. Не получилось. Но он рисковал и по направлению, и по силе подачи. Пятая зона очень такой сложный в техническом исполнении элемент. Алексей Плужников. Также ошибается. Но Ярославич вынужден что-то предпринимать, чтобы отыграть эти три очка разрыва. Но чтобы отыграть, надо рисковать. Только обороной, только защитой. Но пока Александр Клинкин, мы видели его на экране, пока он спокоен. Сергей Червяков. Он в игре. Как раз Червяков. Грозер. Аут. Аут. Заступ фиксирует я судья. Грозер при атаке заступил в трехметровую зону. Но мне кажется, что и касания блока не было. Поэтому. 18-20. И Тарасов. Всегда игроки, которые вышли из этого клуба, только хотел хорошее сказать слово про Тарасов. Про Тарасов говорил, что он серийно подает. Да, увы. Не получилось. Не получилось. Вот поэтому всегда, когда игрок подает на подачу, не говорите под руку. Да он не слышит это. Не тренер, не игроки. Он не слышит. Хотя слова материальные. Антипкин. Отличная подача. Выбитый прием. О, какой блок. И удар там мощный был. А какой перенос. Сокеев хороший пас дал. Да, связующий. Да. Клужников бил, в принципе, на приличной высоте. Но Камеха выставил руки. И тыщи. Причем их перенес. Обратите внимание. Вот с такого блока сложно бороться. И все-таки вот здесь, если говорить про оборону, вот чья это зона была? Или это уже была мертвая зона для обороняющихся? Куда мяч полетел? Кто-то там мог сыграть. Мяч полетел. Грозера перехитрили в этой ситуации. Я ваш вопрос, я понял. Кто-то должен был ее постраховать. Ну кто-то должен быть. Ну тренер дает установку, что вот это все раскладывается. Ну здесь был эпизод, где был мяч понятый в защите. И была доигровка. Здесь выбитый мяч. Очень сложно было так сказать. Белогорцев. Ну что ж ты так? Такой момент. Но против Зенита подавать и простую подачу, вы согласитесь, Геннадий, это не сроки самоубийства. Ну и теперь 23-19. Камеха. Рейс. Мяч в площадке. Опять Орел подает вразрез двух игроков. Для приема это конфликтная зона. Хорошее настроение у Зенита. Защищу игроков все-таки скорость, с которой летит мяч. Такая, что ты прозевал момент вот этого удара и все, уже не среагировал. Плужников. Тарасов. Ащев. Антипкин. Дивиш. Молодец, Лукаш. Хороший был показ для удара в ход. Он показал всем своим видом, что будет бить в ходовое направление. В последний момент он подвернул кистью. И 2-0 у нас. 2-0, да. Впереди Зенит 2-0. В общем, уже во втором сете заканчивал более комфортно. 25-19. Ну что, у нас сейчас небольшая пауза. И затем продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы продолжаем прямой репортаж из Санкт-Петербурга. После двух партий впереди Зенит в Санкт-Петербург обыгрывает Ярославич. Но Ярославич все-таки показывает ребята молодые. Мы уже подмечали 24 средний возраст. Хороший тренер очень Юрий Филиппов. И знаете, когда-то была и правда кузница нашего молодежного волейбола. Именно команда Ярославля, клуб Ярославля. Даже он был базовым клубом. Это редко бывает для молодежной сборной страны. Вышло много интересных волейболистов. Ну, сейчас немножко другая история. Ну, кстати, Дмитрий, давайте мы все-таки знаете о чем? О результатах. Сегодня этот матч заканчивает, как бы черту подводит, под туром 13-м. 13-м туром, да. У нас в этом туре два сюрприза. Ново-Ренгольский факел в упорной борьбе 2-3 проиграл. Проиграли они Уральск, Уралу из Уфы. Играли они в гостях. Но здесь, хотя игра была упорная, могу сказать, что не выступал Удрис. Не выступал Дмитрий Волков. И пасующий Игорь Каладинский. Его также не было в составе. Но, тем не менее, да, теперь у факела уже 3 поражения. У Узи, да, 4 поражения. И к разряду сюрприза можно отнести проигрыш Локомотива из Новосибирска. Они проиграли Нови, Новокубыш. Да, это вчера было, да. С таким же счетом 2-3. А Белогория как выиграла? Белогория как раз выше на ступеньку от Симитра. Белогория выиграла 3-1. Динамо-Москва, кстати, вот перед нашей игрой был матч. Динамо-Ленинградская область принимала своих одноклубников из Москвы. Матч закончится 3-1. Но очень были зрелищными 3-4 партии. Первые две. Динамовцы из Неградской области отдали, как говорят в волейболе, две партии. Но потом все было очень прилично. Но вот или это в кавычках, все-таки они старались, не получилось. Нет, если старались. Нервничали, очень много ошибок было в собственном. Я же говорил, что на волейбольном сленге. Согрин, к сожалению, это его команда. К сожалению, он... Антипкин. Вот и с Антипкина. Сейв, сейв. Вот эта подача и не достает. Пискарев не достает этот мяч. 3-0. Третий сет. Хорошо, мяч в игре. Перед ногой зрителям это очень нравится. А это... Это пайп-комбинация проектов. Которая тоже очень нравится зрителям. С точки зрения исполнения. Но заслуга в этом в большем степени Сергея Антипкина. Он вывел практически без блока Лукаша Дивиша. И Лукаш Дивиш набрал свое очередное очко. Вот эта интересная комбинация. Она родилась в начале этого века. 21-го. Редко было и в конце 90-х годов. На самом деле, сейчас все команды демонстрируют эту комбинацию. Атака из-за спины. Только надо обязательно оттолкнуться от земли до вот этой первой зоны. До линии. До трехметровой линии. До трехметровой линии оттолкнуться. Вот сейчас Тарасова отловили в ходовом направлении. Отловили. Это тоже сленговое выражение в волейболе. И замена у Ярославича. Вместо Лепискарева выходит Галимов. Выходит на заднюю линию. Руслан Галимов. 201 сантиметр. Доигровщик. 24 года. Вот он хорошо принял сразу. Кстати, он первый сезон. Он пришел из Урала. Из Уфы. Приехал в Ярославе. Вот хорошая комбинация. Первым темпом белогорцев. Ну, это обычно все-таки эта комбинация выстраивается из умения связующего. Точно вот так подвесит. Вот это синхронизация действий двух людей. Ну, связующий это в футболе, говорят, вратарь полкоманды. Но в волейболе, я думаю, больше, чем полкоманды связующий. Связующий, конечно. Не рискует, вводит мяч в игру. Ащев атаковал, не получилось. И здесь обман. Уже коснулся, да? Коснулся мяч земли. Ну, не земли, а пола. Касание мяча пола не является протестовым моментом. Он не подлежит для просмотра. Для повтора. Для повтора, да. Поэтому решение принимается, ксюзительно, главное не судя. Итого решения, его зона ответственности. Орел Камеха рисковал. На мой взгляд, рисковал. Потому что нападатель летел, она сильная по скорости, по направлению. Он попал в антенну, да. По линии, подавал по линии. Подавал по линии, попал в антенну. Первую зону. Да, первую зону. Я первый раз увидел от него такой вот ход. Ну, видимо, что-то наигрывает. Аут. Аут, аут. По силе, по высоте хорошая подача, но аут. Это Максим Белогорцев был. Ащев. Переходящий мяч. Лукаш Дивич не стал бить. Вот тебе, пожалуйста. Ну, как удачно замена-то произошла. Галимов как раз забил, да. В этом эпизоде, в этом эпизоде не согласованы чуть-чуть и действия Орела Камеха и Андрея Ачева. Адей пошел за мячом, но решил в последний момент не брать. Вот, обратите внимание. Ну, скажем, что все-таки Антимкин усложнил работу для Червякова. Очень трудно было после такой подачи. Ну, Антимкин делал правильно, потому что в доигровках, даже в доигровочных мячах, и необходимо задействовать игру центрального нападающего. Он уводил его на зону, оставляя место для Георга Грозера во второй зоне. Галимов. Антимкин. Пайп. И даже в этой ситуации, когда Мельников из Ярославича угадал направление атаки, но Орел Камеха это его исполнил. Но сам факт, что все-таки, вот смотрите, он ожидает видео, он ждет. Очередной перерыв, взятый Ярославичем. Тайм-аут, да. Следующий матч Зенит играет на Сибур-арене, 12-го, соперник Енисей. На наших экранах была жена Ореола Камеха, очаровательной дочкой. Ну, они входят на каждый матч в Петербурге, но это уже болельщики. Ну, видите, такое приподнятое настроение. Конечно, в Сибур-арене там другой накал, другой драйв, как сейчас говорят люди всякие. И молодые, и взрослые понимают, что это нерв, высокий нерв. Сибур-арена до 7 тысяч принимает болельщиков. Даже был рекорд установлен. В прошлом чемпионате самый посещаемый клуб был Зенита Санкт-Петербурга. Но надо сказать, что арена вот эта с 7,5 тысяч, и однажды она была заполнена. Играли как раз с Казанским Зенитом. И выиграли, что интересно. Но пока еще будем объективны. Конкурировать с Казанским Зенитом сложно, Зениту Петербургска. Вот 12 января как раз Зенит будет играть и в Сибур-арене. С Синисеем из Красноярска. Игра будет, я думаю, интересная. Так что приглашаем всех болельщиков к Сибур-арену. Лукаш Дивиш этой подачей в пятой парте, когда играли с Динамо Ленинградской области, внес коренной перелом. Укороченная подача и в прыжке, к сожалению, сейчас она не получилась. Но тогда, к счастью, он не попал в трос. Но он сейчас, к сожалению, для него и для Зенита, он не перебил сетку. Но подача по исполнению очень хорошая была. Червяков в роли пасующего. Тарасов ожидал. Мог сам сыграть Тарасов-то сейчас. Принятие решения. Принятие решения. Подвело. Но он блокировал мяч, ему сложно было. Но он уже приземлился, мяч опускался. А игрок напротив по диагонали не успевал к этому мячу. Червяков подавал. Сакеев. Хорошая высота. Тарасов. Хорошая высота. Когда ему попадает в темп, когда он набирает свою высоту и не сомневается, достаточно эффективно он нападает. 7-11. Алексей Плужников подает. Кстати, Плужников был чемпионом Европы среди юношей в составе сборной России. Ах, как! Ты смотри, как дивишь, как среагировал. И Камека, попроси, что выигрывает мяч. Макаренко. Антипкин. Грозер. Вытаскивает. Молодцы. Молодцы. Ярославцы. Ну, а здесь уже не хватило сил для блока. Вот Антипкин игрой первого темпа. Он готовит атаку более комфортные условия для основного забивальщика Грозера и для Орела Камеки. Потому что играть без первого темпа очень сложно. Даже до игроков, как мы видели, два раза он пасовал в этом игровом эпизоде в центре. И все-таки он добился своего. Мы выиграли мяч в центре сетки. Да, Зенит выиграл это очко. А теперь Антипкин подарил очко. Но это подача. Таких моментов по ходу волейбольной игры предоставить. Да, но я не знаю ни одного игрока стопроцентной подачи. Поэтому каждый игрок имеет право на риск. 8-12. Мяч, по-моему, был в поле. Судя показывает. Показывает ауту. Юрий Филиппов, говоря по-пушкински, безмолвствует. Ну, потому что он думал, брать или не брать, посмотрим, прозмотр. Камеха. Сакеев. Галимов. Здорово. Молодец. Сильно молодец. На тройном блоке, уверенно. Либера не среагировал. Ну, он стоял в правильном месте. Очень сложно было ему среагировать, Дмитрий. Потому что мяч изменяет и направление касаясь блока. Причем еще он летит сильно. Главное, он не проиграл позицию в защите, Дмитрий. Но это полуподача. Непонятно, что хотел сделать. То ли укоротить, то ли... Два решения. В голове было два решения. Да, два решения. И взлетел, хорошо прыгнул, а затем почему-то решил в недодачу сыграть. То есть за сетку забросить. Но не всегда получается. Хорошая комбинация пайп. Молодцы. И Сергей Антипкин молодец. Он в этой ситуации практически без блока или с разрозненным блоком. Он не сдался и продолжал. И попытался пойти. Антипкин-то молодец. Попытался сыграть в защите. Атака какая была? Обычно бывает иногда, что мяч без блока игроки отворачивается. Сергей. Вот Грозер сыграл передачу близкую к связующему. Я это редко видел в его исполнении. Он играет сейчас не на антенне, обратите внимание. А чуть-чуть сделал вход в площадку, в поле. И потом главное вот этот пас назад от связующих. И у Панкова тоже этот ход очень сильный. Вот Артем Зеленков в качестве зрителя за Грозером. Да, справа. Да, как раз. Мы передаем ему привет. Желаем выздоровления дальнейшего. И опять игра в центре сетки. То, чего добивается Сергей Антипкин, чтобы центральный блокирующий постоянно стоял и контролировал эту... А когда немножко подустали соперники, да, они уже не успевают стартовать. Игра на этом первом темпе, она очень быстрая, скоростная. Галимов принял, кстати. Да, сложная подача. Вот Дмитрий стоит в правильной позиции. Макаренко, седьмой номер, отметим его. С точки зрения исполнения и наката нападающего удара, сделать все шикарно. Очень хорошо. Подобрите внимание. Но практически не прыгая и с места нападая. Грозер подавал. Галимов обманул. Нет, Макаренко не проведешь. Какой пас был неточный. И теперь обман. Молодец, Сергей. Червяков, да? Червяков сам себя постраховал. Ну что, задел мяч? Нет, не задел. Нет, не был аут. Лукаш Дивич сознательно бил ваут. Он рассчитывал попасть плохо. Сознательно бил ваут, да. И поэтому, поддерживая своего игрока, Александр Климкин берет просмотр. И в рамках этого, вот он бьет. Нет, мне кажется, что касания блока не было. И когда мы все смотрим на повтор, Александр Климкин рассказывает, да и это какие-то установки Сергея Антипкина. Ну это пауза. Он правильно делает? Ну конечно правильно, потому что здесь должен обязательно быть и контакт, и игрока, и с тренером. Если бы договорились с вами, что связующий основной игрок. Это да, тут важная тактика. Тренеры, у него есть стратегия в голове. И чтобы тайм-аут не брать, он берет, право у него есть. Да, блока не было. Но Александр Климкин очень опытный тренер, достаточно много он поработал и в сборной России помогал. Да, Левна помогал, да. Да даже один результат, серебро, зенита, стоит дорогого. Да, конечно, конечно. Причем все его игроки-то, для него, ну он с ними лично, может быть, был знаком, но они в одной команде не были. Вот, Дивиш сейчас. Глубкин, Дивиш опять без прыжка пытается выиграть мяч. В волейболе все-таки необходимо прыгать. Какая-то концентрация, внимание потерял. Ну, он в прошлый раз без прыжка выиграл, здесь не получилось. Ну, очень хорошая подача, стоит отметить. Очень сложно, уходящая к линии. Дмитрий Макаренко сделал все, что хорошо. Руслан Галимов хорошо вошел в игру, вот его подача. Изменил направление он подачи. Хотя, мне кажется, что если то, что получается в одном направлении, ну, двигайся туда, в эту сторону. Ну, по идее, и повторять, чтобы, да, в пятую зону. Как попасть в эту пятую зону? Звучки, штуки, 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 штуки. 18-12. Сивожелес. Пошел в игру. На подачу. Блок какой. Сивожелес. Антипкин. Червяков первым темпом не прошло. Обман. Червяков среагировал. Сивожелес. Камеха подняли мяч. Да, ну, здесь. Здесь Сергей Антипкин в этом игровом эпизоде упорно, в хорошем смысле этого слова, он пытается и в доигровках он задействовать центр, сетки, строить атаки через первый темп. Немного была передача. Ну вот, Дмитрий, вот 16 номер Мельников, да, вот сейчас при таком росте, но как он быстро передвигается, и он живет игрой, он понимает, чувствует эту игровую ситуацию, да, не выключается из игры. Да, 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 согласен с вами. Вот здесь подача Мельникова очень необычная, он подбрасывает мяч как будто на флот, но при этом еще подает к прыжке, и первый вынужден взять. Да, взять, и послушаем тренеров. Да, 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 ты сразу шаг делаешь туда, в первую зону только планер у него, все между первой и шестой. Смельчается влево, и все, когда-то. Давайте, сейчас снимаем. Только планер, только флот, то есть вот эта подача планирующая. Александр Юклинкин, он в большинстве своих случаев дает очень четкие установки. Здесь только можно принимать ее исполнению. Он сказал, что нужно подавать планер в первую зону, видимо, для того, чтобы развернуть и пасующего игрока, и исключить в большей степени. Ну, и вот он брал в расчете, что молодой Мельников ощупьется. Да, 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 и первый был тоже связан с этим. У него, вот он, низкий подброс мяча. Молодец, какие нервы, а? Подло хорошо. Но Камеха уже, это расстрел. Камеха, Камеха, расстрел. Вот смотрите, как игрок высочайшего уровня, он знает, где важный момент партии, важный момент игры. Он до этого, по сути, он не включал в свои третьи скорости, четвертые. Он отыгрывался, оставлял мяч в игре. А здесь, когда уже взятый перерыв, соперник приближается, он исполнил на выигрыш. Здесь хорошая атака, но один в блоке это мало. Ну, мне кажется, Андреевичев достаточно много уделяет внимания центральному нападающему из Ярославича, рано поднимаясь, оставляя края на одном блоке. Здесь можно немного было погадать. Аут. Мяч в ауте. Аут, да. Плужников ошибается. 20-15 и подавать будет Антипкин. Сергей Антипкин. Он опытный игрок, 32 года, но для связующего это как раз очень хорошо. Это мудрость уже. Скидка 2-1. Причем скидка двумя руками. Сакеев против Антипкина 2-1. Молодость есть, наглость. Видите, улыбается довольный. Ну, молодец, что же. Ну, нельзя бояться соперника. Ну, вообще в спорте вообще нельзя бояться. Нужно дерзко смотреть в глаза противоположным игрокам. Камеха. Антипкин. И первый темп. Ащев. Вот, когда Антипкин пасует очень много, Зенит играет в центре сетки. Взлет, зоны. Да, Зенит набирает форму. Это уже, да. Видно, вот всего уже Зенит сыграл 34-35 матч. Вот в этом я сосчитал. В этом чемпионате я имею в виду и кубок, и турнир Платонова. И ведь по большому счету 4 матча проиграл в чемпионате. И Казани проиграл в суперкубок, да. В Лиге чемпионов. Две победы. Сейчас, кстати, 16-го выезд на Германию. На матч Лиги чемпионов. Фридрис Хаппин. Команда непростая. Хотя она и проиграла. Ну, в Лиге чемпионов там все сложно. Очень сложно. Ну, мы плавно подходим к окончанию третьей партии. Да. Счет 2-0. И это третий сет. 22-17. Ащев подает. Капитан команды. Галимов. Пробивает. Это удар стык блока. 18-22. Ну, неплохо смотрится Ярославич. Если мы будем принимать его внимание, что основной их пасующий не играет, получил травму. У него, как мне сказал Юрий Филиппов до игры, проблема с кистью, перелом. Поэтому он в гипсе и выбыл надолго. Вытащили мяч. Аут. Ах, не повезло мне никому. Ну, хорошо они играли. Хорошо Ярославич играл. Разыграли здорово. Комбинация красивая. Быстрый, очень быстрый, все первым темпом, без паузы. Это несчастный случай, что они не попали в поле. Ну, я вижу, вот Сакеев идет, он так сам переживает. Все-таки чуть-чуть не туда дал пасту. Не, его передача была отличная. Это уже, как я называю, несчастный случай. Оно бывает и на волейболе, когда у тебя все вроде бы и блока нет, и вышел правильно, но не попадаешь немного. Георг Розер. Георг пытается штамповать эйс. И очень хорошая подача у него сегодня. Вот он отыгрался. Не стал рисковать. Ну, счет это позволяет. Мяч в игре держится постоянно. Как тонко, как хрупко все. Нет, а так. Ну, а Грозер, да. Опять он лидер, конечно, по очкам. Ну, это здорово, что в Зените есть лидер не только и команда, а еще лидеры чемпионата. В Двинае это 13-й тур. Да, 13-й тур. Причем первый круг не завершен. В первом круге Зенит должен играть Зенит. Он набрал 25 очков, включая 6 эйсов. То есть 70% у него было. Такой процент атаки положительный. Вот Севажилис набрался первое очко. Конечно, это великолепно, когда есть возможность такого выпускать на замену волейболиста, да? Севажилис, я повторяю, мне очень нравится как игрок. Мне очень хочется, чтобы он больше появлялся на поле. Естественно, это решение тренера. Да, конечно, конечно. И смотрим, вот это заключительная атака. 25 и 3-0. 3-0 общий счет. Зенит, ну так и можно было предполагать, что так и произойдет. Но Юрославич показал, что есть способные ребята, интересные ходы, хороший тренер. То есть удовольствие было от этого волейбола. Вот, посмотрите, итоговый счет. 25-18. Третья партия. На убывание идет счет. 20-19-18. 20-19. Это символично. Ну что ж, 12-го Зенит зовет всех болельщиков в Сибур-Арену. Соперок Енисей. Зенит еще прибавил. Три очка в свою копилку. Ну а Юрославич у него свои задачи. Пожелаем успеха ребятам. Команда молодая, способная. Бесспорно. Ну и сейчас давайте вот смотреть, Дмитрий. Но уж в какой-то момент, это же самори, собранное все. Это самые красивые эпизоды игры. Они в любой игре, в волейболе присутствуют они постоянно. В Либерах, кстати, тоже хорош был сегодня. Да, я могу сказать, что команды бились, но класс все-таки Зенита выше, чем у Ярославича. И не включая даже какие-то эмоции или третьей скорости, Зенит заслуженно выигрывал. Это 3-0. И все основное у Зенита, как у Ярославича, все впереди. Да, ну конечно, Грозырка, Меха сегодня задавали тон. Антипкин был хорош, связующий. Но у гостей я бы отметил, конечно, Мельникова. И вот Илья Еличев, 19 лет ему, это он играл? Еличев играл, да? 18-й номер, точно. Какой молодой парень-то, Либера, как он, не боясь, самоотвердно шел под эти удары. Грозыра и Камеха. У вас же появляются любимчики из чужих команд. Ну а что, хорошие ребята. Молодцы, молодцы, очень хорошо. Они влюбляют в себя, почему и любят волейбол и любую игру, где хорошие мастера. Это как ее не любят? Пожелаем команде удачи из Ярославля. Ну что ж, друзья, подходит к концу наша трансляция из Санкт-Петербурга. Это был волейбольный дворец, будем так говорить, Академия имени Вячеслава Платронова, известного в прошлом тренера. Ну а «Зенит» оставил сегодня хорошее впечатление, и народ с хорошим послепраздничным настроением покидает трибуны этого стадиона. Вели репортаж Дмитрия Кувичко, мастер спорта, и Геннадий Орлов. И на этом все. До новой встречи в эфире. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон» Спасибо. 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 «Симон» 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 «Симон»